Приветствую вас, Джон Ристер. Для начала я хочу поблагодарить вас за возможность организации и проведение интервью с вами. Тема нашего разговора, как вы знаете, это мистицизм. Насколько мне известно, вы более 30 лет профессионально занимаетесь и преподаете боевые искусства. Вы знакомы с достаточно большим количеством специалистов в разных сферах и видели много разных подходов к исследованию. Мой первый вопрос касается подхода, который использует в работе ваш коллега, мой шеф, ученый Олег Мальцев. Что это такое, по-вашему? Магия, мистицизм или фундаментальная прикладная наука? Честно говоря, я думаю, что Олег комплексно подходит к исследованиям. Он ищет правду, и этим он отличается от всех остальных. Он смотрит только на факты. Его интересуют доказательства. Олега интересует то, что происходило на самом деле в нашей с вами истории. Меня искренне восхищает, как он достает из истории те или иные вещи. Это просто потрясающе. У него глобальный масштаб исследований. Я такого никогда не видел. Олега интересуют разные сферы жизни, и везде он добивается результатов. Но, как по мне, то, что делает Олег, это просто невероятно. И все же, это магия, мистицизм или прикладная наука? Как вы думаете? Ваше мнение как специалиста действительно очень важно и ценно. Я думаю, что это прикладная наука, которая помогает понять и разобраться, что на самом деле скрывается за мистицизмом. Она показывает, как на самом деле устроено то, что просто не может объяснить большинство людей. Вы знаете, я полностью с вами согласен. Потому что большинство людей в современном обществе ставят ярлык мистицизм на то, что они просто не могут объяснить. Именно поэтому появляется мистика. Но как только становится известно устройство этого таинственного явления, мистика исчезает. И мы начинаем понимать, что все это нам позволяет сделать прикладная наука. Полностью с вами согласен. Когда мы смотрим объективно на вещи, открываем их природу, происхождение, то это становится уже научным фактом и просто перестает быть мистикой. Как вы знаете, сейчас мой шеф, ученый Олег Мальцев, находится на съемках документального пятисерийного фильма «Своя религия». Съемки происходят в Австрии и Германии. Скажите, насколько важным, по вашему мнению, являются темы, которые поднимаются в фильме? Исследование мистицизма, истории рыцарства. Честно говоря, это все то, чем я всегда интересовался и пытался найти какие-то материалы по этим вопросам. Но у меня никогда не было такого уровня понимания, как у Олега. То, что он мне показывает и объясняет, это просто фантастика. Становится понятно, как мир стал таким, каким мы с вами его знаем сегодня. Он работает с памятью, с прикладной историей. Вы знаете, только понимая свои корни, можно точно сказать, кто мы есть на самом деле. И я счастлив от того, что делает Олег. Лично мне он открывает глаза на много вещей, которые, оказывается, может делать человек. И он показывает, как это можно сделать и с помощью чего. Повторюсь, знать свои корни и кто мы есть крайне важно для людей в любой точке мира. Не только в Украине, США, Европе, Азии. Поэтому то, что делает Олег, важно для всех нас. Скажите, пожалуйста, с высоты вашего практического опыта, какова роль мистицизма в воинской системе и боевых искусствах? Потому что абсолютно очевидно, что между этими явлениями существует непосредственная связь. Согласен. Я думаю, что мистицизм играет очень важную роль. В случае, если вы действительно собираетесь воевать с кем-то, и у вас есть солдаты или специалисты боевых искусств, то должна быть какая-то большая сила, стоящая за ними. То, во что они будут верить. Посмотрите даже на классическую историю. Многие лидеры и полководцы использовали мистицизм в своих целях, чтобы стимулировать и направлять силы своих солдат. По-другому ничего не получится. Должно быть то, за что люди готовы умирать. Иначе вы просто не выиграете войну. И наоборот, когда вы одерживаете победу в войне, всегда есть что-то, что стоит за армией, за военными, за оружием. То, что делает вас сильнее противника. Ваша причина победить должна быть больше, чем причина ваших оппонентов. Она должна стать причиной для всех. Даже в наше с вами время, посмотрите на спорт. Футбол, ралли, бокс, велоспорт. Ребята всегда верят, что есть что-то большее. То, что стоит за их командой. То, что дает им уникальное преимущество в любом поединке. Насколько мне известно, вы являетесь большим специалистом в филиппинских воинских искусствах. Можем ли мы сказать, что в случае с филиппинской системой существует, как минимум, след мистицизма? Можем ли мы так говорить? И если да, то, пожалуйста, объясните, почему вы так считаете? Безусловно. Нет никаких сомнений. Большинство солдат и воинов, например, делают татуировки под названием анти-энти. Они искренне верят, что это то, что их защитит во время сражения. Этот символ придает им чрезвычайной уверенности и невероятной храбрости в поединке. Кроме того, у них очень много ритуалов. И есть, например, ритуал, после которого они искренне верят, что превращаются в неуязвимых бойцов. Они верят, что их невозможно убить. Понятно, что это не всегда так, но они верят в это. Есть, например, случаи, когда всего пять солдат сражались с сотней противников и, надо сказать, убили очень многих. Вот этому факту есть документальное подтверждение. Есть еще один ритуал, связанный с представлением себя в качестве хранителей. Они как бы словно превращаются в хранителей своего народа. Они пытаются подчинить дух, психику, эмоции. После этого они идут в бой. И вы знаете, есть исторические факты, что один человек после этого ритуала мог убить полсотни противников. Следы мистицизма есть во всех воинских системах. И поэтому филиппинские, они не являются исключением. Кроме того, я должен сказать, что в случае Филиппин, в период испанской экспансии, использовали религию. Покровителем был архангел Михаил, после этого еще несколько святых. Вот они становились талисманами. То, что воодушевляло и зажигало людей. С такими солдатами было очень сложно сражаться, потому что они были просто одержимы тем, что якобы находилось у них за спиной. И это вера. То, ради чего они были готовы умирать. Потому, конечно, вы правы. Мистицизм играет важнейшую роль в воинских системах, вне зависимости от страны и региона. Таким образом, мы можем с вами констатировать, что существует много фактических доказательств связи этих явлений. Я согласен с вами и хочу еще добавить, что Япония также не является исключением. У них есть определенное понятие, которое звучит практически одинаково, как в Японии, так и в Китае. Суть этого понятия сводится к идее хранителей, о которых мы уже говорили раньше. Должен сказать, что я сам проверял, как это работает. Вы знаете, такое впечатление, что нечто берет в управление ваше тело. И после этого происходит поединок. Но в конце, после поединка, ты сам не понимаешь, как ты смог сделать те или иные вещи. Потому, все это, конечно, существует. И лично у меня нет никаких сомнений. Понятно, что потом другим людям в это очень сложно поверить, но это и не важно. Когда ты сам проверил и знаешь, то не обращаешь внимания на всех этих комментаторов и скептиков, которые сидят на диване и ничего толком не делают. Когда ты точно знаешь, как это работает, когда у тебя есть факты, у тебя нет сомнений. Это более чем убедительно. Скажите, пожалуйста, а что лично вы для себя открыли за время съемок фильма «Своя религия»? Насколько мне известно, вы познакомились с целым рядом видеофрагментов из закрытого доступа, лекции и практические занятия, которые проводил ученый Олег Мальцев. Будем благодарны, если вы поделитесь с нашими зрителями своими впечатлениями от изученного материала. Вы знаете, воинскими искусствами я занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Иногда нам кажется, что мы видели уже все, и нас поэтому сложно удивить. Должен сказать, что за последние две недели у меня действительно была возможность изучать материалы Олега и проверять сразу все это на практике, я увидел невероятный подход Олега и такое количество новых вещей. Это просто потрясающе. А самое главное, что эти вещи бескомпромиссны. Они крайне эффективны. И вы знаете, для меня это очень поучительно. Сам подход выглядит абсолютно новым, но его корни мне в какой-то степени знакомы, а потому понятны. Те вещи, которые показывал Олег, заставили пересмотреть меня все то, что я знал до этого. И вы знаете, у меня вывод только один. Теперь я все, что знал, могу сделать эффективнее. Я могу совершенствоваться в различных направлениях, если буду просто применять те вещи и концепции, которые мне дал Олег Мальцев. Честно говоря, я уже начал это делать. У меня есть ученики в Техасе, которые занимаются со мной более 20 лет. Что я сделал? Я показал часть видеоматериалов. Мы стояли вместе и смотрели видео. После этого начали практиковать. Мы противопоставляли системе, которую сконструировал Олег, все, что мы знали. И мы были в шоке, насколько эта система эффективна. Я с нетерпением жду новых материалов, чтобы сделать еще больше. Для любого настоящего мастера остановка в его совершенствовании просто равноценна смерти. Если ты зациклился на одном стиле, ты перестал расти вверх. Поэтому, если вы действительно хотите быть настоящими инструкторами и преподавать, вы должны постоянно изучать то, что существует в мире. Вас должно интересовать то, что люди умели делать раньше, то, что они делают сегодня и то, что планируют делать завтра. Это важно лично для вас. Потому мне, правда, очень сложно подобрать слова благодарности Олегу за то, что он лично для меня уже сделал. За те знания, которыми он со мной поделился. Вы знаете, я благодарен судьбе за встречу с Олегом. Спасибо вам за интервью и за то время, которое вы нам уделили. Возможно, в будущем у нас появятся новые вопросы, и мы, конечно же, будем признательны за возможность к вам повторно обратиться. В любой момент времени, когда я буду свободен, я готов отвечать на все вопросы и всячески содействовать тому, что вы делаете под руководством Олега Мальцева. Я считаю, что вы делаете очень большое дело. Это очень круто. Вы всегда можете рассчитывать на меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!